С 5 ноября по 5 декабря в Жамбулской области прошел месячник, посвященный Дню борьбы со СПИД. На сегодня это не только проблема медицины или отдельной группы людей, это проблема общества в целом. Эпидемия ВИЧ и эпидемия СПИД. В чем разница? Какими могут быть последствия СПИДа в ближайшие 20-25 лет? Какова эпидемиологическая ситуация в стране и в нашей области в частности? Ответы на эти и другие вопросы узнаем в ходе эфира сегодня. Добрый вечер. В студии сегодня заведующая эпидемиологическим отделом Жамбулского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Гульжан Алдобергеновна Калметова. Начнем с общепринятого посыла. У нас раньше 1 декабря было Днем борьбы со СПИД. И мы, как правило, эту тему вспоминали именно по определенным дням, компаниям. А вообще иногда задумываешься, зачем вообще обращаться к теме ВИЧ-СПИД? Ну, проблема ВИЧ-СПИДа, по идее, существует не только у самого ВИЧ-инфицированного. Оно должно волновать все общество. И на данный момент оно волнует общество всех стран мира. Потому что у нас идет, как бы мы ни хотели, это рост ВИЧ-инфекции идет. И немножко общество как бы отстранилось от ВИЧ-инфицированных. Идет стигма, дискриминация. Поэтому проблема СПИДа у нас сейчас поднимается. В масштабных проблемах мы отмечаем не только 1 декабря, как один день по борьбе со СПИД, а посвящаем им целый месяц. Готовим мероприятие, разрабатываем. То есть мы хотим наладить контакт общества с ВИЧ-инфицированным. То есть, чтобы его не сигматизировали. Могли понять его боль, проблемы. Решали их. Согласно всех, которые существуют, эти проблемы, они есть и будут. Сами ВИЧ-инфицированные тоже боятся говорить о своем статусе. Согласно закону о статусе ВИЧ-инфекции, говорит только сам ВИЧ-инфицированный. И очень часто ВИЧ-инфицированные скрывают свой статус. Боятся стигматизации, дискриминации. И это немножко приводит к проблемам профилактическим работам. То есть они, например, если говорить о половом пути передачи, они не говорят своим половым партнерам о своем статусе. И это немножко создает проблему. То есть, получается, заражают их. Если бы общество научилось понимать лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, ЛЖВ, как мы говорим про них, то, конечно, было бы легче проводить и профилактические программы среди ключевых групп населения. И среди самих лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. Потому что вот эта дискриминация приводит к тому, что они отказываются от лечения, не встают на диспансерный учет, все время боятся, что их увидят, что узнают о их статусе. То есть нынешняя компания у вас идет под своим отдельным девизом таким. Называется этот девиз «Решающая роль сообществ». Действительно, как вы говорите, как сообщества могут влиять на течение ВИЧ-спид? Мы как-то вот на этом, если чуть-чуть остановимся подробно. Всемирная компания, она вообще была впервые оглашена в 88-м году. Всемирная организация здравоохранения. Было заседание всех министров здравоохранения. И они приняли, что будут проводить такие компании. Каждый год компании проходят под разными эгидами, под разными названиями. То есть мы на тот момент решаем проблему, которая возникла на этот момент. И получается, что в этом году именно под таким девизом еще раз хотелось бы отметить, что мы хотим включить сообщество. То есть люди должны все-таки понимать ВИЧ-инфицированных. То есть говорить на их языке, понимать их проблемы. То есть чтобы общество не отходило от ВИЧ-инфицированных людей. То есть помогало им. Сообщество, как мы знаем, это люди по интересам должны быть. У них определенные интересы свои, понятия. Свои какие-то, как бы сказать, сообщества создают они. Поэтому в этом году решили принять вот такой девиз. И поэтому мы проводили широкомасштабные акции в Баласагуне. Там у нас решились уже, мы считаем, что мы сделали шаг вперед, что у нас ВИЧ-инфицированные там раскрыли свой статус. Они признались, что они ВИЧ-инфицированные. Что они такие же люди, как и здоровые. Что они имеют права на все, что имеет здоровый человек. Это уже большой шаг. Потому что у нас, я еще раз хочу отметить, что многие ВИЧ-инфицированные скрывают свой статус. Даже от близких и родных. При всем этом и мы не можем сказать, что я... О его статусе другим сообщить. Это опять-таки профилактические немножко работы нам... Как бы затрудняют работу профилактические нам. Ну, раз уж вы пришли сегодня в студию, вот объясните популярнее, как можно, ну, понятнее, что ли, на пальцах так сказать. Вот многие ведь до сих пор не знают. Вот в чем разница эпидемия ВИЧ, когда мы говорим, эпидемия СПИД. Да, вы совершенно правы. По идее, многие люди не различают, что такое ВИЧ и что такое СПИД. Элементарно, даже когда приходят проходить тестирование на ВИЧ-инфекционе, они говорят, мы пришли сдать на СПИД. Хотелось бы чуть-чуть объяснить, что это такое ВИЧ. Это вирус иммунодефицита человека. Он, попадая в организм человека, начинает разрушать нашу иммунную систему, которая отвечает за наши защитные реакции. То есть охраняет наше здоровье, стоит на страже нашего здоровья. СПИД – это окончательная стадия ВИЧ-инфекции. То есть к СПИДу приходит, сразу СПИДом никто не заражается. Чтобы заболеть СПИДом, ВИЧ-инфицирный проходит все 4 стадии. Четвертая стадия – это СПИД. Если в начальной стадии мы выявляем ВИЧ-инфицированного, и он принимает лечение наше профилактическое, то человек абсолютно здоров, если на начальной стадии там незначительные изменения в организме – это увеличение периферических климатических узлов и все. В остальном человек еще здоров. То есть еще иммунитет существует, он еще стоит на страже. А вот когда уже спит, то получается это симптом приобретенного иммунодефицита человека. Да, я сейчас на нем остановлюсь. Это уже симптом. То есть здесь подключаются клинические проявления. Здесь уже полностью получается наша иммунная система разрушена. Организм оголился, нет никакой защиты. И все инфекции, элементарный грипп протекает намного тяжелее, чем переносит здоровый человек. То есть не ВИЧ-инфицированный. И вот это выражение – человек умирает не от СПИДа? От оппортунических инфекций. Да, то есть нет смерти от СПИДа. Есть смерть от заболеваний, от инфекций, которые присоединяются при ВИЧ-инфекции или СПИДе. Вот так. А скажите, а какие могут быть последствия СПИДа ближайшие, ну скажем, 20-25 лет? Или я далеко так замахнулась. Ну это вот сокращение продолжительности жизни населения, снижение экономики, так вот мы все, эффективности труда. Вот что? 20-25 лет? Ну вообще у нас, мы надеемся, что все-таки остановим эту ВИЧ-инфекцию. Все ученые меры сейчас работают, так как это все-таки вирус. От вируса можно прививать, вакцины. Вы знаете, да, что мы многие инфекции и профилактические предотвращаем, как бы, вакцинации. Мы все-таки надеемся, что когда-то разработают эту вакцину. Но так как здесь задействован человеческий фактор, а человек является ресурсом, конечно, экономическое снижение, сокращение продолжительности жизни, это будет обязательно. Потому что я же говорю, что немногие знают, не все еще обследуются, это я сейчас на ситуации остановлюсь, объясню, о чем я хотела сказать. Конечно, повысится смертность, повысится детская... Многие дети останутся сиротами, потому что продолжительность жизни сокращается при ВИЧ-инфекции. Ну, конечно же, экономика пострадает, потому что это человеческие ресурсы трудовые. Эффективность труда, конечно, пойдет, потому что ВИЧ-инфицированный, он с каждым днем будет ослабевать, и работа, конечно, будет от этого страдать. Ну, и, конечно же, если посмотреть по бюджетам, опять-таки, уменьшение налогов, так как смертность повысится, само собой, это уже будет взаимосвязано. И так далее, и так далее. Да, и так далее, это можно перечислять. Все цепочкой оно и пойдет. Потому что человеческий фактор, еще раз, ресурс человеческий получается. Это все будет влиять на экономическое состояние нашей страны. И вот, знаете, хочу попросить вас более подробно, подробно, насколько можно подробно, чтобы вы сейчас рассказали об эпидемиологической ситуации. Давайте сначала, наверное, в целом по стране, все-таки мы же не на острове живем, а потом еще более подробно, что в нашей Жамбулской области, вот по этой части, что мы имеем, какую картину. Ну, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на 1 октября 2019 года у нас составляет по РК 38 516 выявленных случаев. Это накопительно. По нашей Жамбулской области это составляет 1349 человек. Вот то, что я до этого хотела сказать, вы понимаете, это только те люди, которые обратились к нам, протестировались. Причем к нам самостоятельно, добровольно никто не приходит. Они выявляются чисто случайно, то есть попадают в больницы, у них появляется какая-то слабость непонятная, лихорадка и так далее. Ну, или же обращаются за медицинской помощью. Или просто попав в больницу, в первую очередь берут кровь с вены, и на спид в том числе. Да, у нас есть клинические показания, но не всегда, не при всех заболеваниях. Есть клинические показания, согласно 508 приказа, которые медицинские сотрудники придерживаются и начинают обследовать. И получается, как бы мы случайно их обнаруживаем. Что является обращением? Это в медицинские организации, ну и работа с КГН выявляемся. Это ключевые группы населения, куда входят работники секса, луины, лица, употребляющие инъекционные наркотики, МСМ, мужчины, занимающиеся сексами с мужчинами. Ну и к этой же группе у нас относятся осужденные, которые находятся в пеницитарных учреждениях. И эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день у нас еще состоит по путям передачи. Это один из основных показателей эпидемиологической ситуации. Если раньше у нас в основном заражались, вот как я уже объяснила, ключевые группы населения, то сейчас у нас инфекция как бы ушла в население. То есть у нас выявляются не обязательно наркоманы, не обязательно проститутки, не обязательно мужчины, занимающиеся сексами, мужчины с мужчинами. Это группы риска так называемые. А именно беременные женщины выявляются. Конечно, немного, но тоже выявляются. То есть безответственность наша. А вы знаете, еще говорят очень много среди лиц пожилого возраста, чего вот раньше как-то не замечалось. Не сказать, что много, но да, то, что тенденция роста к более пожилым, да, она наблюдается. Если сравнить, очень высокая... А как это объяснить? Ну, вы знаете, на моей практике я раньше была врачом-эпидемиологом, и мы проводим эпидемиологическое расследование. Вот самая возрастная у нас была женщина 83 года, бабушка. Но здесь мы путь, источник не нашли, не установили. Скорее всего, это люди, которые подвергаются какому-то насилию половому. Либо мы предполагаем, что это все-таки большей частью половое насилие. То есть у нас получается, что бабушка несколько дней отсутствовала дома, то есть она заблудилась в пожилом возрасте. А, ну это вот такой конкретный случай. А я вот так вот думала, что если вот среди пожилых, что это может быть в свое время, в стоматологии или где-то, или при переливании крови. И вот так вот в человеке вот эта инфекция засела, а потом она вот... Ну, знаете, наша ВИЧ-инфекция, она в принципе не устойчива во внешней среде. Она очень быстро погибает вне организма человека. В стоматологии, чтобы заразиться, это нужно приложить очень большое усилие. То есть должен сидеть ВИЧ-инфицированный больной, и тут же этими же инструментами перейти к здоровому человеку. И там тоже должно быть какое-то, ну, либо открытая рана, кровь с кровью смешаться. Поэтому, скорее всего, может быть, это беспорядочные половые связи в свое время. Просто женщина не обследовалась, или мужчина имели какую-то случайную половую связь, они своевременно не обследовались. А потом уже с возрастом, когда стали обращаться в медицинские учреждения... И это обнаружилось, да? И это обнаружилось. Скорее всего, там донеси обошь к этому. Ну, а как же тогда вот ситуация, все панически боятся всех этих маникюрных салонов, стоматологии, каких-то вот переливаний крови, там, когда идешь в доноры, и так далее, и так далее. То есть вот любое соприкосновение с кровью вызывает панику в человеке. Нет, вы знаете, это немножко ошибочно, и это еще раз говорит о низкой информированности о ВИЧ-инфекции. Я уж не говорю о том, что люди до сих пор, есть люди, которые думают, что спит ВИЧ, можно и через бытовые, ту же посуду можно. Да, очень, да, очень многие, я же говорю, это, скорее всего, низкий уровень знания о нашей ВИЧ-инфекции, информированности. Поэтому у нас проводятся вот эти месячники, чтобы люди больше узнавали о нашей ВИЧ-инфекции, о путях передачи, о каких профилактических мероприятиях должны именно лично каждому человеку проводить. То есть он должен знать, что нельзя иметь половые случайные связи, что нельзя, даже если он наркоман, мы с ними работаем, мы объясняем, что у него должен быть индивидуальный шприц. Мы этим и занимаемся, раздаем вот эти все индивидуальные средства защиты. А переливание крови, это очень, сейчас у нас два пути передачи, очень хорошо взяты профилактически. Это от матери к ребенку, путь передачи вертикально, мы его называем. То есть ребенок, от ВИЧ-инфицированной мамы, если она своевременно принимает лечение АРТ-препаратами и все выполняет то, что говорят наши врачи, рождается здоровым. У нас сейчас на данный момент по республике, и в том числе в нашей области, рождаются от ВИЧ-инфицированных мам здоровые детки. Они просто, у них обнаруживаются антитела, но это антитела мам. А потом мы их снимаем с учетов, и они ведут нормальную жизнь, и они вполне здоровые детки. Единственное, конечно, это отказ от грудного скармливания, потому что у мамы-то ВИЧ-инфекции все равно есть. А донорская кровь, вы знаете, это очень профилактическая работа, поставленная на высоком уровне. У нас сейчас центр крови, сам обследует на ВИЧ-инфекцию, они тщательно отбирают кровь донорскую. Малейшее какое-нибудь отклонение, какая-то инфекция, даже если это не ВИЧ-инфекция, не ППП, которые передаются через кровь инфекции, она сразу идет на брак, то есть ее сразу утилизируют. Поэтому за последние 10 лет заражения донорской крови у нас не было. Получается, в связи с тем, что вы сказали, какая же досада. Помните, когда в Чемкенте с детьми случилось горе, беда с тем, что их в больницах заразили, и ведь до сих пор эти ребятишки уже подростками стали, уже взрослыми, молодыми людьми, до сих пор общество их шарахается. Я еще раз хочу сказать, поэтому у нас и проводятся эти компании, чтобы общество понимало лиц живущих с ВИЧ-инфекцией. Они абсолютно безопасные люди. Они такие же, как мы. Такие же, как мы, они пользуются теми же условиями, теми же правами, имеют те же самые права, какой здоровый человек. Их нельзя ни от чего. Они не имеют права быть уволены с работ. Это в законе все расписано. Да, немножко еще раз хочу сказать, что нам мешает в профилактической работе, что о ВИЧ-статусе говорит только сам ВИЧ-инфицирован, потому что все-таки КГН-группа, они в соответствии со своим поведением немножко нарушают эти правила. Все равно, если взять их характеристику, например, поведение, конечно, они где-то срываются и так далее. Но факт, что они для общества безопасны, это контактным путевым путем не передается, воздушно-капельным путем не передается. Поэтому мы и проводим эти кампании. Тем не менее, многие родители, помните же, и боялись, и не хотели, чтобы эти дети учились в обычной школе среди их детей. Да. Сколько было по этому... Сейчас эти понятия немножко изменились, потому что сейчас в самом Чемкенте есть реабилитационный центр для ВИЧ-инфицированных деток. Они собираются в всей республике ВИЧ-инфицированных детишек и устраивают им лагеря. То есть дети между собой там общаются, говорят о своих статусах. У нас сейчас в программе государственных тоже есть один из пунктов, что дети должны знать свой ВИЧ-статус и могли их озвучить. То есть по достижению 14 лет ребенок может сам сказать о своем статусе. Мы над этим тоже работаем. У нас тоже есть ребенок, который уже сам рассказал о своем ВИЧ-статусе. Ну, раз уж мы уже задели часть госпрограммы, вот по противодействию ВИЧ-спит, что в республике на сегодня делается, какие госпрограммы действуют? У нас есть программа ДенСалу 16-19. В эту программу входит именно работа профилактическая работа, обеспеченность групп КГН профилактическими материалами, индивидуальной защитой средств. То есть у нас идет большая работа, идет охват этих групп. Для ЛЖВ, лиц живущих с ВИЧ-инфекцией, бесплатное лечение полностью, на гособеспечение оно идет, приверженность к АРТ препаратам. И недавно мы приняли уже, работаем больше года с программой 90-90-90. Что означают эти 3-90? Это 90 ВИЧ-инфицерных должны знать свой статус. То есть мы их должны, если мы их выявили, им объявить о их статусе. 90% этих людей должны быть привержены КРТ-терапии, антиретровирусной терапии. И 90% приверженных КРТ-терапии должны получить подавление вирусной нагрузки. То есть не дать размножаться вирусу в организме и оставаться полноценными гражданами Республики Казахстана, нашей страны. То есть вы сейчас назвали все программы? У нас это основные две программы. Конечно, они меняются. У нас до этого тоже была программа 12-15 и так далее. Но вот эти основные программы именно направлены по профилактике ВИЧ-спида. Программы, конечно, по министерски очень много, куда включают отдельно еще ВИЧ. Но именно конкретно вот эти программы, с которыми мы работаем, они направлены на профилактические работы и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов. Ну и, знаете, тема такая действительно ищепетильная. Завершить хочу вот так. Мы же для телезрителя сегодня с вами пришли говорить, правильно же? Вот как правильно жить, чтобы не то, что не заразиться СПИДом. Я так подумаю, знаете, вот телезрители, которые по той стороне экрана сейчас сидят, наверное, думают, СПИД это меня не касается, это что-то там, понятно, кто болеет, это проститутки и так далее, и так далее. А я это... Но никто ведь не может быть застрахован. Конечно. Как надо правильно жить? Ну, вопрос очень интересный, щепетильный. На этот вопрос, наверное, каждый должен сам понимать ответ. Найти ответ вернее. Потому что зависит... Это вообще ВИЧ-инфекция, это поведенческая инфекция. То есть как вы себя будете вести по жизни, так и будет. Если у вас будет все беспорядок в жизни, да, и по поведению, конечно же, не только ВИЧ-инфекцией можно заразиться. Все боятся нашей инфекции, думают, что страшнее ВИЧа ничего нет. Нет ничего подобного. Если взять гепатит С, чем он лучше, чем наша ВИЧ-инфекция? Это тоже вирус, тоже пожизненные ношения. Да, сейчас, конечно... Там есть вакцина. Да, вакцинация есть. Гепатит С или В? И В, и С, они обязательно вакцинируются. Но факт, что сейчас нашли препараты, сейчас это лечится, если своевременно выявляются и так далее. Но это тоже медленный измен. Тоже печень задействуется. Те же самые изменения в организме проходят. Поэтому, скорее всего, в ответе за себя ты должен быть сам. То есть веди правильный образ жизни. Как всегда говорят, занимайся спортом. Профилактические мероприятия – это что? Исключить случайные половые связи. То есть ничего мудреного нет. Ничего нет. Все элементарно до простоты. Да. От ВИЧ-инфекции, так же, как и от других инфекций, защищаетесь, так и от нее нужно защищаться. И все проводить. Ну, и я так думаю, убедили. Нет, как ваше ощущение? Не бояться этих стоматологических кабинетов, этих маникюрных салонов? Все-таки, что это от бытовой, так сказать, далеко. Или все-таки быть осторожным? За всю практику выявления ВИЧ-инфекции никогда не было пути передачи именно от маникюрных салонов, или, мы говорим, артифициальный путь передачи, то есть через инструментов. Или стоматологии, да? Да. Или стоматологии не было ни одного случая за мою практику. Да и в мире пока нет. Мы-то отследим, и в республике не было. Да, было, когда только-только служба СПИД становилась, там через кровь, когда были отделения переливания крови, там прямые переливания крови. Но сейчас это все взято. И я так думаю, что прежде чем в любом случае, даже стоматологически, пожалуйста, следите за тем, чтобы все меняли на одноразовое. Следите не просто сидеть, а смотреть, что делает врач. То есть любое требование пациента врач должен выполнить. Те же самые маникюрные салоны. Смотрите, чтобы инструменты были обработаны. А на самом деле ВИЧ-инфекция вообще неустойчива внешне, и она погибает вне организма человека. Спасибо. Мне остается напомнить, что с вами сегодня была заведующая эпидемиологическим отделением Жамбулского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Гульжан Алдобергеновна Калметова. Спасибо. Вы достаточно просто, популярно и хорошо сегодня поделились темой профилактики и борьбы со СПИДом. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok